Всем привет ребят, вы на канале Turbo PC и сегодня вы увидите очередную сборку игрового компьютера, которая будет поддерживать множество онлайн шутеров и не будет стоить космических сумм. Ну и кому понравится это видео, не поленитесь, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем приятного просмотра! В нашу сборку сегодня я выбрал процессор от Intel 5 ревизии. Intel Core i5-3570. Это четырехъядерник, который поддерживает частоту до 3,8 Гц. Процессор выполнен по 22 нм техпроцессу, имеет тепловыделение 77 Вт, построен на платформе 1155. Платформа для процессора служит материнская плата на B75 чипсете, которая имеет два слота оперативной памяти DDR3 и поддерживает частоту от 1133 до 1866 МГц. Также имеется разъем формата M.2 под твердотельные накопители, плюс к этому имеется хороший конденсатор и радиаторы охлаждения на цепи питания. Оперативная память формата DDR3 объемом 8 ГБ, две планки по 4 ГБ, которые работают в двухканальном режиме, построены на чипах от Samsung, имеет базовую частоту 1600 МГц. Система охлаждения процессора, кулер от Deepcool Theta 15 Power, алюминиевый радиатор, который хорошо отводит тепловыделение нашего процессора до 95 Вт, имеет коннектор подключения 4 пин, что дает возможность нам регулировать обороты и снижать уровень шума кулера, который, к слову, не превышает 36 дБ. Видеокарта от Nvidia 1060, в исполнении MSI Armor, охлаждается двумя бесшумными кулерами, имеет объем видеопамяти 3 ГБ, разрядность шины 192 бита, тип памяти JTDR5, выполнена по техпроцессу 16 нм, имеет частоту видеопамяти более 8000 МГц. Блок питания от AeroCool VX Plus 550, имеет по 12-ти вольтовой линии чистые 504 Вт, также имеется хорошая длина проводов, 3 разъема Molex, 3 разъема SATA, провод для подключения видеокарты 2 плюс 6 пин, неплохой блок питания в своей ценовой категории. Под операционную систему установил твердотельный накопитель от компании X-Ray Disk, объемом 128 МБ, имеет внешнюю скорость считывания до 552 МБ в секунду, внешнюю скорость записи до 446 МБ в секунду, форм-фактор 2,5, интерфейс подключения SATA 6 ГБ в секунду, время наработки на отказ 1,5 млн часов. Ну а для файлов игр программ установил жесткий диск от компании Seagate, объемом 500 ГБ, имеет скорость передачи данных до 150 МБ в секунду, подключается интерфейсом SATA 3, форм-фактор 30,5, имеет объем кэш-памяти 32 МБ, скорость вращения шпинделя 7200 оборотов в секунду, пропускная способность 6 ГБ в секунду, надежный и недорогой жесткий диск. Корпус для нашей системы от компании Accord ASMB, типоразмер Microtower. На передней панели выведены разъемы под наушники, микрофон и USB порты. Также имеется боковая прозрачная панель, выполнена из окрила. Еще больше усиливает красоту нашего компьютера 320 мм кулера, два из них, которые с RGB подсветкой, работают на вдув и один на выдув, что подчеркивает красивый и стильный внешний вид нашего компьютера. Далее, без комментариев, вы увидите то, ради чего вы зашли посмотреть это видео. Это, конечно же, тесты, по моему мнению, самых популярных игр, в которые вы сможете поиграть на этом компьютере. Если здесь не хватает теста вашей любимой игры, пишите в комментариях ее название, и в следующем видео, может она появится в этом списке. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а я буду с вами прощаться, всем пока! ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok